В Ленск посетили любимые музыканты воздушно-десантных войск, ансамбль «Голубые береты». Они исполнили не только солдатские песни, но и много других композиций, известных тем, кто неравнодушен к патриотическим песням. На концерте побывал Дмитрий Вильчевский. Этот ансамбль образовался в Афганистане еще в 1985 году. Сначала между боями выступали перед ротой, а теперь это культовая у десантников группа «Голубые береты». В марте 1987 года группа участвовала в третьем туре всесоюзного телевизионного конкурса «Когда поют солдаты». Выступление десантного ансамбля «Голубые береты» шло прямо из Кабула посредством телемоста. И стало настоящей сенсацией. Мы поем только и рассказываем о том, что видели сами. И учитывая, что мы такие же люди, которые приходят на наши концерты, раз нас это зацепило, и в 90% случаев мы получаем точно такую же реакцию. Многие из стоящих на сцене воевали, однако их песни понятны и простым, далеким от войны людям. Поэтому в зале было много гражданских, а ленские десантники, чтобы встретиться с боевыми товарищами, прибыли целыми семьями. Начиная от Афганистана и заканчивая Чечнёй, везде воевали мужчины в «Голубых беретах» и «Тельняшках». Когда постоянно на передовой, без потерь не обойтись. Об этом уже не солдаты, а музыканты России никогда не забывают. Война начинается с первого погибшего твоего товарища. Как только ты понял, что это не игрушки, то уже заканчивается вся эта романтика, а просто начинается страшная работа. Сейчас солисты ансамбля – заслуженные артисты России. В 2007 году коллектив был удостоен премии «Кремлёвский грант», затем был Орден «Городость России» в 2008 году и премия «Шансон года» в 2011. Группа на сцене более 30 лет, но форму с боевыми наградами снимать не собираются. Перед отъездом гости Ленска, ансамбль «Голубые береты» вместе с главой города Александром Харуновым посетили место памяти боевой славы афганцев монумент воинам-интернационалистам. Они возложили цветы к памятнику и почтили тех, с кем их связала память о войне. Дмитрий Вельчевский, Сергей Счастный, Михаил Сенаторов. Телеканал «Алмазный край».